Корреспондент, Украина. Почему Украина решила признать, Донбасс хочет в Россию? Дмитрий Скворцов. Корреспондент, Украина. 11 ноября 2019 года. Почти 65% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотели бы воссоединиться с Россией. Такие данные со ссылкой на опрос, проведенный Украинским институтом будущего при помощи New Image Marketing Group, приводит зеркало недели. 64,3% жителей ЛНР и ДНР убеждены в необходимости присоединения к России, причем из них 50,9% считают, что территории республик просто должны стать частью РФ, а еще 13,4% – частью России, но с особым статусом. 16,2% респондентов хотят, чтобы их республики были независимыми. 19,2% опрошенных готовы вернуться в состав Украины. Из них 5,1% респондентов готовы вернуть все, как прежде. 13,4% готовы войти в состав Украины только с особым статусом. Кроме того, более 96% жителей республик считают ответственным за конфликт в Донбассе киевский режим. 89,2% возложили вину на США. 85,3% считают, что во всем виноваты активисты Майдана. 76,7% винят во всем Евросоюз, а 79,9% – украинские власти до Майдана. Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года после отъезда Евгения Копатько ухода с публичного украинского рынка. По его ресерчам Персандбранденграуп тут все нужно делить на двое, поясняет свободной прессе приведенные данные публицист Дмитрий Скворцов. Не следует забывать, что и зеркало – издание с отчетливым русофобским душком. Тем не менее, даже эти 65% шокируют пересечного, среднестатистического, примечания редакторов, украинца, свято верящего, в мантру укротов об оккупированных территориях. Свободная пресса, что значит стать частью России, но с особым статусом. Как это могло бы выглядеть на практике? Дмитрий Скворцов. Это надо спросить у украинских социологов. Впрочем, РФ – федеративное государство, и в определенном смысле там 85 субъектов с особым статусом. Видимо, эти 13% жителей Донбасса считают себя украинцами, если хотят некого отделения от остальной великой России, которая, кстати, никаким особым статусов в РФ не обладает. Но сама Украина для них – уже кошмарный сон. 5,1% тех, кто хочет, как прежде, – это не уехавшие в свое время сторонники Украины или кто. Условные 5,1%. Мы не знаем, сколько их на самом деле. Это действительно свидомые украинцы, по тем или иным причинам не имеющие возможность выехать из ЛДНР. Эти данные могут на что-то повлиять? Вообще население Донбасса кто-то о чем-то будет спрашивать? Думаю, эти данные опубликованы для того, чтобы повлиять на общественное мнение на Украине. По времени они совпадают с озвученными Зеленским голосом идеями о замораживании конфликта и обнесении стеной неподконтрольных территорий в ожидании лучших времен, когда Россия сама распадется, а Украина станет мировым экономическим гигантом с межгалактическими космическими войсками и сверхзвуковой танковой армадой. А пока, мол, будем влиять на умы сепаратистов с помощью радиовышек по периметру. В равной степени эти данные могут работать и на восприятие в общественном сознании формулы Штайнмайера, без которой с Зеленским скоро станут избегать встреч в Европе, как игнорировали позднего Порошенко, позднего Ющенко и позднего Януковича. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...